Стереотип современного общества. 1 мая – праздник с коммунистическим подтекстом. И это не так. Его придумали американцы. На самом деле, я думаю, называть его коммунистическим – это некоторое преувеличение. Скажем так, что это день солидарности трудящихся. Насколько я помню, этот праздник появился впервые в Соединенных Штатах. В Чикаго состоялась то ли демонстрация, то ли митинг солидарности с расстрелянными рабочими, которые до этого бастовали, выходили на акции протеста. И вот полиция их силовыми методами разогнала, и их товарищи рабочие вышли, чтобы продемонстрировать солидарность с ними. Поэтому это праздник скорее, скажем так, более обобщенного. Рабочего движения, не обязательно коммунистического. Сейчас праздник трансформировался. Обязательные парады уже не проводят. Люди стали свободнее. Для большинства украинцев теперь это просто первый день мая и начало длинных выходных. Это, кстати, часто происходит с праздниками в истории. Их смысл меняется, и даже зачастую незаметно для тех людей, которые их празднуют. Вообще есть мнение о том, что на самом деле своими историческими, и если можно так выразиться, эзотерическими корнями этот праздник уходит еще в языческие времена, когда праздник весны, пробуждение природы, языческие боги и так далее. Но это вещь спорная. Может быть, это и так, может быть, нет. Это труднодоказуемо. А сейчас я думаю, что этот праздник нужно праздновать именно как праздник людей труда, причем даже и не обязательно физического труда, например. Чтобы это был праздник солидарности всех трудящихся, занятых как физическим, так и умственным трудом. И тогда он будет, вот как сейчас модно говорить, декоммунизирован. На улице Северодонецка мы вышли узнать, что горожане знают о празднике, что помнят взрослые и что теперь рассказывают молодому поколению о Первомае. Скажите, а что вы знаете о празднике Первого Мая? То, что и было до этого. Демонстрация, солидарность трудащихся, ну и отдых. Людей очень много были, встречались, радости полно было. А сейчас как покойники все ходят. Так что этот праздник был очень радостный. Праздник трудящихся, людей, которые любят трудиться, работать. Это международный праздник. Первомайские праздники были в советское еще время, и сейчас еще покуда продолжаются. Это был парад, это были цветы, это шествие по Ленина, и пошли вперед, обратно, вперед, обратно. Вот то, что я помню. Я знала, что ответственность очень велика, что в школе везде, где можно, вырыгают, если не придешь на парад с цветами. Выходили на демонстрации с лозунгами, выходили на субботники. Уже какие-то там политические моменты давно ушли в стороны. Просто весна, выходной, ну в мое время там все садили картошку, сейчас уже немножко дача потеряла такое значение, все едут на шашлыки. На природе. Этот праздник празднуют люди, которые трудятся, работают, вот в этот день все отдыхают и встречают весну. Это что знаете о празднике первого мая? Вы спрашиваете теперь у молодежи, потому что мы отшили свое. Для нас первое мая был праздник веселый. Все абсолютно ожидали его, все праздновали. Это было такое веселье. А что сейчас? А сейчас ничего нет. Нам как бы ничего сильно так не рассказывали, но нам просто сказали, типа вот отдыхайте и все. Вообще это как бы очень хороший праздник, я считаю, потому что людей надо, которые трудятся и вкладывают силы в свое дело, чтобы помочь другим людям, а не заслуживают какую-то награду. Мир, труд, мая откуда? Ну как-то еще со школы, с детства. Первое мая на картошку, на шашлык потом, после картошки. Как раньше отмечали? Ну демонстрацию. А сейчас? Ну конечно, есть ностальгия по тем демонстрациям. Конечно. Потому что было ощущение праздника, было ощущение коллектива, плечо, друга, товарища. Первого мая день видящихся, день мира, день труда, день весны. И всегда на первый мая народ массово садит картошку. Раньше, по крайней мере. Сейчас немножко поменялись традиции. Сейчас в основном народ ходит на шашлыки, на природу. Начинается летний сезон, все начинают массово выезжать на природу и, к несчастью, засорять ее. Хороший был праздник. А сейчас? А сейчас уже его не будет. Хороший. Сейчас парада нету, куда идти, вот как на праздник. Но он трансформировался. Я думаю, это плюс, больше плюс, чем было раньше. Потому что раньше здесь слишком много была идеологии, а сейчас больше свободы. И Виктория права. Праздник праздником, но об осторожности нужно подумать. Спасатели предупреждают. Не сделайте из торжества беду. Наши жители могут решить пойти в лес, пожарить шашлык, выпить спиртных напитков. Я хотел бы напомнить им о том, что на территории Луганской области существует запрет о входе и въезде в хвойные леса. То есть, прошу обратить внимание, именно в хвойные леса. Они несут себе наибольшую пожарную опасность. Вторая опасность – это опасность, связанная с водоемами. То есть, употребив определенные спиртные напитки, люди могут решить искупаться. Я хотел бы им напомнить о том, что вода еще недостаточно прогрелась. Также практически все водные объекты не оборудованы для купания. Отсутствуют спасательные посты и необходимое оборудование для их спасения. Ну и третья опасность – это та опасность, которая наиболее актуальна в приграничных наших районах. Так как в лесах еще могут присутствовать здравоопасные предметы. Это как и остатки времен Второй мировой войны, так и те здравоопасные предметы, которые связаны непосредственно с АТО. Поэтому я хотел бы к людям обратиться еще раз, чтобы они задумались над этим и по мере возможности все-таки отмечали 1-2 мая все майские праздники. Либо у себя на дачах, либо в определенных заведениях в черте города. И по возможности воздержались от похода в лес. Весна пришла, пора расслабиться и отвлечься от забот. Все оживает и возвращается к жизни после длительного зимнего забвения. Надеемся, и вы уже ощутили это тепло. Продолжение следует...